Добрый день, уважаемые зрители! Мы опять с вами, я, Люда Морозова и Алла Разводовская. И мы сегодня будем готовить очень интересное блюдо, национальное село Ватне. Людочка нам это все будет рассказывать и показывать. Какой-то капустняк, не знаю, в моем понимании капустняк это немножко другое, но попробую. А я приготовлю такие вот блины со творной грудинкой. Они идут вот к супу, даже на завтрак, можно с кофе. Очень вкусная штучка, даже вкуснее, чем пицца. Он поет капустняку. Да, начинаем, Людочка, я тебя слушаю. И зрители тоже слушаем. Ну, я живу в пригороде Киева. Пригород уже имеет, мой пригород, это Гатное, имеет свою давнюю историю, интересную. Датировано первое воспоминание о селе Гатное еще в 1980 году. И, кстати, вот есть один факт. В нашем музее города Киева, музей зоологический, есть скелет мамонта. Кстати, этого мамонта нашли в одном. То есть это еще древнее было поселение. Ну, здесь оно было в свое время не очень многочисленное. Очень красивый рельеф. И гористы, и речка течет, и пруды. Все это было. И земли очень хорошие. Где делось, Людочка? Где делось? Все застроено. До основания. До слави народа, да? Все лучшее. Да, прекрасные сады были в то время. Но, к сожалению, у нас ничего, к сожалению, не было. Вырубить мы можем, а посадить не всегда. Не всегда. Вич нашего украинского народа. По воспоминаниям, у нас в селе было две церкви каменные. Мама моя рассказывала, что по красоте это одна из церквей была. Ну, то есть она не уступала Владимирскому собору. Кстати, эту церковь курировал сам настоятель Владимирского собора. Ну, в 30-е годы это благополучно все разрушилось. Была деревянная еще церковь. И монастырь монашеский. В монастыре тоже было много земли, пруды. Они занимались пчеловодством. Те годы все это ушло. В Крюковщине, кстати, его тоже была церковь. По красоте, наверное, еще лучше. Ну, все снесли под фундамент. И построили ужасный, ужасный клуб. А у нас в монастыре, в нашем здании монастыря, тоже был клуб. Ну, вот сейчас... Даже не были клубы. Да. Ну, вот сейчас, слава Богу, значит, монастырь обратно в нашу фарафию вошел. И там сейчас правят службы. И построили великолепную церковь, деревянную, необычную такую архитектуру. Ну, село развивается и все. И есть свои традиции. Вот одну из традиций, вы помните, может быть, если вы смотрели этот ролик, это был квасок, который готовит супа вот годное, там крюковщина. А сейчас мы приготовим капустняк. Он тоже уникальный. Я много рецептов изучала, но вот так как у нас, то есть, есть свои приемчики, так скажем. Капустняк, что входит в него? Входят такие ингредиенты. Мясо, желательно свинина и жирненькое. Это ребрышки. Жирные свиные ребрышки. И что вы с ними делаете? Значит, в обычной кастрюльке у нас это все обжаривается на сковородке. На сковородке. А потом бросается в кипящую воду. А в нашем айкуке есть такая способность. Мы можем сначала пожарить, потом дарить кипяченой горячей воды. И дальше уже все варить. То есть, наши кастрюли, они и как сковородка, и как статейник, и как кастрюлька. И при том, что мы сейчас загрузили мясо в пустую сковой кастрюлю. И закроем. Мясо, белочек начнет схватываться и сворачиваться. И мясо оно само отстанет от дна. Да, нужно только его обжарить. Ну пусть дайте бы ему время. Дальше мы заливаем кипятком, доводим до кипения. Обжаривать, наверное, для того, чтобы вот этот белок не поднимался блоками. Когда мясо обжарится, мы его зальем, как вот по совету Аллочку попробуем, такой вариант, кипяченой водой. Она не обидится на меня. Я думаю, нет. Что я тут вот это отлезу со своими советами. Зальем и доведем до кипения. Пусть прокипит пару минут. Потом мы бросаем пару картошек. Две-три больших. Целые. Только не режем. И немного лука. И пусть это все закипает. Не обжариваем. Нет. Ничего этого не делаем. Хорошо, давай, Николай, покажите, пожалуйста, нашим зрителям, что происходит у нас в кастрюле. Вот, видите, мясо, оно не пристало. Оно уже отстало. Оно не пригорело. Оно уже очень... Вы не можете понять, какой запах. Но, поверьте, мясо очень вкусно пахнет. Ну, ребры. Да. Нужно набрать ребры. Нужно наливать воду. И я думаю, да. Обжарили. И ставим на большой огонь сразу, чтобы это было быстрее. Достаточно жидкости или еще? Я думаю, еще... Ну, пусть начинает... Пусть начинает готовиться. А мы налейшим. Солнечная вода. И мы его поставим. Капусняк входит в следующие инрагенты. Это капуста. Ну, капусняк, значит, это должна быть капуста. Картошка, лук, морковь и пшено. Ну, и еще будем заправлять немножко томатной пасты. Совсем немного. И все. Ну, даже чуть-чуть перца, но это уже поокушал. Капусняк еще делается не обязательно с мясом. Те, кто не едят мясо, пожалуйста, нужно сделать такой вегетарианский капусняк с грибами. Берите грибы и, пожалуйста, те же компоненты, но с грибами, не с мясом. И тот же процесс. Тоже очень вкусно, очень. Посуда Айкук. Просто купи. Мясо наше уже кипит и очень варится хорошо. Смотрите, можно увидеть система Виталор. Уже крышка. Сейчас будет прикрываться. Поэтому мы сейчас бросаем сюда по рецепту. Две целые картошечки большие. И немного лука. Так же мы предварительно его накрошили. Все закрываем. И варим до готовности картофель. А я тем временем сделаю вот эти блинчики. Посмотрим, что у нас получится. Значит, нам надо одно яйцо. Немножко соли. И венчиком мы это все взбиваем. Теперь сюда мы добавляем стакан кефира. Опять все взбиваем. Три ложечки в ухе. Три ложечки в ухе. И тесто должно быть как густая сметана. Там еще по рецепту должен быть сахар. Одна ложечка. А солим, Алла? Что? Тесто? Да. Посолила. И теперь вообще это можно делать с колбасой. Можно делать... Может и с рыбой даже. Не знаю, как насчет рыбы. Где ты делай мою курицу, Люда? Вот я рядышком. А, вот она. Теперь мы добавляем туда творог. Я, в моем случае, это куриная грудинка. Не надо ее... Я ее просто вот так вот перемешала. В смысле, я порезала такими квадратиками не очень большими. Я добавлю, наверное, всю курицу. Мясо же не спортишь. Нет, как-то есть. А плесчик такой, чтобы можно добавлять? Ой, нет, как-то буду, Людочка. Буду добавлять тертый сыр с зеленым луком и укроп. Вкусно. Вкусно, да? Вкусно. И укропчик. Можно свежий, можно замороженный, можно сухой. Какого-то поесть. Взима все-таки на улице. Так. Люда предлагала еще петрушки, но не знаю. И две вторые ложки оливкового масла. То есть оно будет жариться без масла. Да, на нашей новой сковородке. Все ясно. Теперь мы все перемешиваем в однородную такую вот массу. И главное вбить в эту маслечко. Хорошо вбить вот в это тесто. Тесто, а не тесто. Не знаю, как сказать. Ну, какой любой блинчик, значит, тесто. Вот получилась такая вот у нас достаточно не густая, не жидкая масса. Сейчас мы нагреем сковородку с антипригарным покрытием. бренда ИКУК с антипригарным покрытием. У нас новая, новые сковородочки. 24-28 сантиметров. Значит, очень хорошее прочное покрытие. Три раза прочнее, чем в предыдущих сковородках ИКУК. Вот, то есть здесь 5 слоев покрытия. И это дает возможность готовить без масла. Вот мы сейчас будем жарить эти блинчики, типа пиццы, без масла. И вы знаете, что я вам хочу сказать, что на сегодняшний день это очень редко, когда сковородка выполняет функцию и сковородки, и сотейника, и даже кастрюльки. Мы можем в ней готовить все. И очень-очень приятно. И главное, главное, что не надо много посуды. Вот. Ну, как понять, нагрелась сковородка или нет? Мы пробуем крышечку. Если она теплая, так достаточно теплая. Значит, сковородка уже готова, и можно на ней начинать готовить. Вот. На ней можно готовить начинать и на холодной. Все зависит от того, что вы готовите. Но блины, мы знаем, мы всегда готовим на разогретой сковородке. И если предыдущие сковородки, они все-таки у них более щадящий такой вот режим, и без масла просто открыть, ну, сковородочку греть было нежелательно сильно, то с этой вообще нет никаких проблем. Потому что люди обычно чугунные, раскаляют потом они. Ну, зачем нам тот чугун? Мы так едим, столько всякого ненужного. Поэтому все-таки мы за здоровый образ жизни, мы за здоровое питание. И даже если это... Да, кстати, эти блинчики, их можно делать и с ржаной мукой, и с рисовой мукой, с любой мукой, какая вам... Какую вы любите использовать? А ты какую выбрала? Ну, я взяла пшеничную. Любить цельнозерновую? Можно цельнозерновую. Можно цельнозерновую, все зависит от вашего вкуса. Можно делать крюки с отварной говядиной, можно делать, конечно, и со ска колбаской, ну, такой полувареной. Вот. Можно даже, я думаю, что делать и с печенкой, можно делать это все. Я, кстати, очень люблю индюшачьи сердечки. И они, в принципе, да, это очень полезное мясо. Вот. И так просто, может быть, бы их и не ел. А вот в блинчике это вкуснее, чем пицца. И это хорошо на завтрак, это хорошо к супу. Сейчас мы вам все покажем. Все, наша сковородочка согрелась. И теперь я выкладываю, выкладываю, выкладываю. Возьму побольше ложечку. Да. Вот. Я выкладываю. На всю поверхность. Да, на всю поверхность. И вот так вот аккуратненько распределяю, чтобы был такой кругленький блинчик. Так, я закрываю крышкой. Это уже даже так уж вкусно. Да. И без жарки. И вот ждем, пока прихватится оно. И дорога до корочки. Что делает наш капусняк? Капусняк наш варится. Ой, уже вкусно пахнет. Больше огонь надо ему, да, Людочка, пожалуйста? Чтобы не вылетело с кастрюли. Нет. Чего оно кипит? Смотри. Нет, я вижу, что кипит. Ну, достаточно. Надо доварить. А. Вот, давай попробуем картошечку. Ну, давай. Она еще не сварилась. А вдруг? В наших кастрюлях. Ну, да, да. Здесь, кстати, здесь все готовится быстрее, чем в обычной, в правильной температуре. И холодное готовится 4 часа. Ой, вот, Саша, вылетело. Чтоб вылетело, чтоб вот это все. Четыре хватит, я сама. Да, да. Этот блинчик, он здесь не жарится, а запекается. Ну, какой. Без масла. В духовке. Да. И это очень важный момент, потому что мы же ничего жареного не едим. Меня доктор эндокринолог спросил, а какая ваша диета? А что значит вы на диете? А я говорю, это посуда и кук, которая готовит без масла, без всяких там премудростей, в низком температурном режиме, и неважно, что я ем, я все равно кушаю правильно пищу. Правильно? Она говорит, да. Поэтому у вас такие хорошие, у меня, говорят, вам вообще вопросы будут. Люди говорят, я на диете на одних кашах, и варят эти каши вот это вот в один к двум воде, все уходит. И, мало того, как правило, это каша. Обычно пригорают. Как обычно. Да. Нет, я уже начала выготовить, все прекрасно. Нравится тебе, да? И вкус, самое главное вкус. Правда? Очень хороший вкус. Вот я тебе хочу сказать. Вот никто не верит. Ну почему? Я тебе хочу сказать, что мои дети начали на лето выезжать надолго на дачу. И внучки мои, хотя вроде казалось бы, да, вот макароны сваренные в Айкуке и в обычной кастрюле, хотя хорошие, тоже достаточно нормальный бренд, а они понимают разницу. И дочке пришлось купить и продублировать несколько кастрюль, четырехлитровую, трехлитровую, только для дачи. Точно так же, как с ножами. Понимаешь? То есть, вот нож для хлеба, на даче обычно помидорчик порезать, там какие-то мягкие вот такие вот. Он же не давит, он режет. Я без этого ножа вообще не могу жить. То есть, у нее есть один комплект для дома, чтобы туда-сюда не возить, один комплект для дачи. Ну а что делать? Если дети не хотят есть макарошки в других кастрюлях и каши, ну она совсем другая эта каша. В Айкуке она такая разваристая. Ну ты помнишь, как мы делали плов? Да. Ну какой он бесподобный в сотейнике получился. Мне очень понравился. Я без, как говорится, без брехни. Да. Я хочу обратить ваше внимание, вот я перевернула блинчик, что он не зажаренный, а именно запеченный. И это важный момент, потому что оно, может, за здоровое питание, но иногда же хочется какого-то блинчика. И если бы он тут в масле варился и кипел, это одно. А когда он на сухой сковородке, он просто красивенький, такой запеченный. Дадим еще чуть-чуть с другой стороны подрумяниться, подпечься и будем его доставать. Вот еще один блинчик у нас уже готов. Мы его снимаем, он аккуратненько съезжает, вообще без проблем. А сейчас мы приготовим еще маленький блинчик, потому что можно готовить один большой, а можно готовить порционные, вот такие вот маленькие. Их легче переворачивать. Не, ну конечно, если у вас есть сковородка Айку, то у вас нет проблем с приготовлением этих блинчиков. Но если у вас нет сковородки Айку, пожалуйста, мы вам продадим. Ставьте лайки, пишите нам в наши координаты и нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на наш канал. И мы 24 часа готовы прийти вам на помощь. Ответить на все вопросы, помочь купить сковородку. Я вообще не знаю, как без нее можно жить. Клюточки на дочку, она и так любила готовить, и теперь ее от плиты не отгонишь. Вот, ну вот, я сейчас разделю, чтобы они не угались баблинчика. Закрываем крышечкой и ждем. А вот этот вот у нас такой красивый запекся. Его можно смазать сметанкой, тоже будет вкусно. Чем угодно. Да, чем угодно. Можно кетчупом. Кетчупом. Какой кетчуп, Люда? Горчичкой можно смазать, можно сливочным маслечком помазать, можно оливковым полить, можно соевым соусом. Что кто любит. Тысяча и один рецепт. Да, потому что они, в принципе, ну, их можно кушать с любой подачей, каким-то соусом, ну, что хотите, что любите. Можно просто с кофе, без всяких фокусов. Люда, а что твой капустняк? Потому что там только переварилось. Давай, давай уже. Давай. На этом этапе мы просто вытаскиваем картошку. Боже, мы делаем меньше огонь, будем сейчас выскочить. Да. Картошечку. Давайте сюда. Будем мягкие, да, Люда? Да, и разминаем картошку. Где наша? И вытаскиваем мясо. Аллочка, ты обрезаешь мясо, а я займусь картошкой. Мясо отделим. Я с длинами сама справляюсь. А тебе надо 48 квадратов. Все целое дне готовит и помогает. Ничего подобного. Да, конечно, я ж вижу. Так ты только ребра вынимай, а вот это мясо, зачем оно? Пусть. Все. Все. Давай я их поделю. А ты что будешь делать? Я же спать чешу. А я буду мягкие картошки. Переминаем. Да, ребра сварились, классно. Косточка растет. И сколько же мы здесь готовили? Да, уже сколько готовили. Хозяйки, ничего. Хозяйки. Ай-кук готовит без нас. А мы ему только помогаем. Потому что Ай-кук в переводе, я повар. А вы так, массовка. Ну, не все, к сожалению, хозяйки это понимают. А многие, знаешь, им сам процесс. Они вот это готовы тут толкнуть на этой кухне, когда им нечем больше заняться. Целыми днями. А мы с тобой без наследия, нам некогда. У нас же 48 задач поставлено. Поэтому нам надо все быстро покидать. Все быстро приготовить и забыть об этом. Так, а что мы вот это вынули, косточки? И что, режем это мясо? Или так? Ну да, желательно его порезать. Не очень мелко. Ну, на портелоне. Ну, думаешь, что если вот это вот в одну тарелку, такой кусочек, то это кто-то может объесться, да? Или обидеться. А второй обидеться, да? Не попадет ему, да? Понятно. И отлично, отлично. Просто замечательно. Все-таки посуда. Не важно, что вы готовите, важно, в какой посуде. Это я недавно где-то тут на Фейсбуке, они там инфлямируют какую-то посуду и без конца они об этом говорят. А мы же скромные. Нам про нашей кух сильной говорить не надо. Он сам говорит за себя. Особенно, если приготовил и дал попробовать. Так что, не знаю, как еще попробовать, наши зрители. Поверьте на слово, но очень вкусно. Очень. А ванная быстро. Смотри, сколько мы готовили, все вкусно. Конечно, вкусно, Людочка. Разнообразные плюда. Потому что правильно приготовленные плюда. Все, все бросаем, все отправляем обратно в плюда и доводим до кипения, пусть оно прокипет. Людочка, у меня тут порционные блинчики. Красивые. Маленькие, смотри, как хорошо переворачивается. Опаньки. Боже, какая красавица. Боже, какая сковородка. Люди. Совершенно без масла. Без масла, ведь ничего на сухой сковородке запекается. Все полезно, все вкусно. Нету никаких вот это вот неприятностей с этими блинами. Ну так что, сейчас я натру картошку на самую мелкую. Давай я выливаю воду и ты ей пьешь в воду? Да, не обязательно. А, вот там, можешь, вот там, где мяло, вот в той штучке. На вот такую терочку. Ого, Людочка. Перед этим мы натерли капусту. Капусточка трется вот на буряковую терку. Как только, нет, ну это само собой потом. Как только закипает все, мы бросаем тут же капусту. И присолим. И надо присолить. Ну посолим, что соли нету, есть. Сейчас закипает уже. Пока капуста будет вариться, я натру картошку. Давай. Аллочка, а твои блинчики уже готовы? А мои блинчики готовы и хозяйки, еще раз хочу обратить. Капусточка. Капусточка с чистым сердцем. У кого нет такой сковородки, мы с удовольствием вам продадим. Поможем купить. Если вы сомневаетесь в качестве, мы можем провести мастер-план для вас. Можете заказать, мы вам приготовим и привезем. Но это уже, я даже не знаю. Сколько это будет стоить? Нет, это по большим связям. Так, хорошо, с блинами мы закончили. Блинчики у нас получились абсолютно красивенные. Людочка, ставь на наш стол. А я тем временем тебе лучок, да? Лучок и морковь. Хочу обратить ваше внимание, я сковородку не мою, потому что нечего мыть, она сухая. Я на сухую сковородку высыпаю лучок. И под крышечкой потом все прожарить. И сразу морковь. И морковь. Все. Люда таки готовит капустняк, нам все готово. Я хотела чуть-чуть литра кастрюльку. Хорошо, что я умничка посоветовала таки восемь. На всякий случай. Я говорю, будем не полную готовить. Ну хорошо, Люда сказала ты, да? Хорошо, пусть будет восемь. Прикрой его крышкой. Сейчас я закрою, я размешаю, чтобы у нас было все однородно. Картофель мы трем, как на беруны. Это такой будет капустничок, чтобы ложечка стояла, да? Да. А он такой будет. И вилкой будем кушать, да? Нет. Я поняла. Вот тут же в том гадне живут хозяйки. Вопросы. О, ты себе не представляешь. Полдня, при наличии Айкуке, полдня танцуем возле плитки. Ну что ты сделаешь? Что не сделаешь? Ну хочется вкусно. Это ты зятя своего. И время. Мама говорила обычно, когда борщ варишь, борщ вкусный только тогда, когда туда положишь кусок души. Правильно, да? Ну, большие. А тут это потри, это порежь, это обжарь, это достань выглые косточки, чтобы, не дай бог, никто зубы не поломал в руку, а чершок. Ну, верно. Я поняла. Хорошо. Что у нас с следующим этапом? Мы обжариваем, да? Обжариваем, да. Наше мясо и картошечка, которую мы бросили, все кипит. Значит, тут же, не отходя, как говорится, от кассы, бросаем в нашу капусту. Так. Закрываем палочку. Давай помешаем? Помешаем. Боже мой, Таша. Ну, правильно. Это блюдо, это блюдо. А, томатика, это томатика. Томатик мы бросаем вот сюда. А, сюда, да. Да. То есть, мы такую зажарочку делаем. Морковка, лук и томат. Водей продолжим это все. Не надо водички. Водичка у тебя в капустике. А, это как, а вот томатик как-то разъясни. Ну, если у тебя есть желание, не вопрос. Можешь чуть-чуть давай. Кстати, кипяток чуть-чуть. Лёг, не лень, я там боюсь. Хватит. Хватит. Капуста закипает. И вот, так сказать, последний ингредиент. Это пшено. Бросаем тут же пшенку. А нельзя было бросить все сразу и не заморачиваться. Вот я думаю, может быть, с другим вариантом. И я уже тупшено, ради бога, туда, потому что уже все равно все хорошо. Я вообще, когда варю первое, я все складываю сразу. Замыраю крышку. Наливаю полстакана воды. Закрываю крышку. Оно мне все тушится в собственном соку. А потом, так на душу ляжет. Трите картошечку, трите уже. А я пока поставлю, наверное, сварю рис на гарнир, потому что у нас еще тут мексиканских блюд будет два. Мы их замочили. Ой, Люда, а кто-то блины поел. Было ж четыре. Было четыре. Коля, все было чутка. Пошли-то, ну. А, вот ты посмотри. Коля, ох, это Коля. Ну, Николай. А что, ну. Ну, ты посмотри. Я уже съел один, да, уже? Ну. Коля, не крысятничай. Вот так вот. Повар говорит, как и не пек. А посетитель говорит, как и не ел. Сейчас мы поставим рис, я сразу ему посолю. Я вот это вот не люблю по сто раз открывать, закрывать. Не вижу, я там никакой не обхачиваю. А Люда все берет и берет картошку. А да, Людочка, а что же делать? Так. Один с одного на два пальчика, чтобы покрыло. Потом я люблю чуть-чуть еще добавить сразу оливкового масла. Хотя говорят, что он при высокой температуре уже там не происходит. Ну, что-то не происходит. Вот. Чтобы рисик был такой вот отдельненький. Не каша рисовая. Ты мешаешь? Люда, кто мешает, то убью. Ты в курсе? Мешаю. Не мешаю, я в своем месте. Все, высыпай. Нет, нет, нет. Пока не сварится пшено. Все, ты можешь... Если оно еще стушилось, закрываем. Пусть дотушивается уже, так сказать, без огня. Хорошо. Точно оно все стушилось? Да, стушилось. Горячее не бывает сырее. Я, Дяна Людочка, когда трет эту картошку на дыруны, я вспомнила, я недавно готовила без масла на правильных сковородках себе дыруны. Значит, тоненький слой картошечки, ну, как на дыруны. Потом я сделала себе такой творожок, зелень, творог, чеснок. Чесночок. Да, чесночок. И вот чуть-чуть посолила его. Слой вот этого творожка и сверху еще слой картошечки. Хорошо, вот туда, ну, не сметану, а бросить, то есть влить йогурт, чуть-чуть. Туда? Творог? Творог. Может быть, и у меня без йогурта было вкусно. И получается... То есть, а зачем мы рассказываем? Мы вам приготовим в следующий раз и покажем, как это... Мало того, что расскажем, как это вкусно. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Мы рады с вами поделиться нашими секретами и рецептами. Ну, что там, Людусик? Все. Годи уже, да? И что, будешь сейчас сюда все поаплатывать? Ну, пусть посмотрим. Уже оно все сварилось. А в шину сварим. Посмотри. Смотри. Попробуй. Ну, смотри, ну, может, еще одну минутку. Вот, я демонстрирую Николай. Натерли обычно, как на дыруны, вот так мы натерли картошечку. Все. Теперь доваривается пшено. Мы вливаем заправку нашу и бросаем эту картошечку. Все. И уже все? И блюдо будет готово. Не может быть, не прошло, а не часа. Плюс должен быть обязательно секретный ингредиент. Сливочное масло. Хорошо. Посмотрим, что у нас в кострюке. Уже все сварилось практически. Капуста сварилась. Пшено сварилось. Вот сейчас мы бросаем нашу натертую картошечку. Что это такое? Что это такое? Это еда для тех, у кого вставные челюсти. Все перетертое, перекрученное, короче. Ага, здоровая. Да, вот такое оно в штуре должно быть. Ага, здоровая. И что, не пригорело, Людмила? Абсолютно. Ага, даже. Вот такая стрелка. Сейчас закипит, и мы будем бросать... Тише, тише, не пипайте, да, потому что везде летит. ...в нашу заправочку. Но единственное, что мы еще введем один ингредиент сюда в заправку. Немножко сахара. Она уже кипятит, да? Нет, еще. А, боже мой, за секунду. А, Луся, давай. Компот варим, да? Да, да, да. Давай, я поняла. Хватит. Хватит, хватит, достаточно. Я поняла, Людочка, варим комфорт. Кисло-сладкий, да, Люда? Ну, да. Я поняла. А чисто овощной на мясе. А, ну что? Бросай. Ну, бросай, Люда, на, ты, хозяйка. Над этим супом. Хозяйка супа. Супа, да, хозяйка супа. Давай, все, бросаем. И процесс завершен. Решился. Не вжен. Да. Не прошло и три часа. Все передерли, все перемяли, все. Тут чисто для встанных челюстей. У вас, наверное, в окном линяце это живое, да? Этот рецепт, он характерен для всей Украины. Ага. Я такого сколько живого не знаю. Ага. Мы же, мы отстали от новых технологий. Надо все сложить в одну кучу, закрыть крышкой, и протушить собственном соку, а потом это все, а потом это все долить воды, и будет такой капусняк, что не хотят издалутся. Ну, друзья, мы еще попробуем сделать тот же... А кто не умеет вжевать, то надо еще блендером все прям в кастрюле перейдить. И тот же капусняк мы сделаем, вот, по Алленому рецепту, и сушим. И ничуть не хуже. Во-первых, будет юшечка, а это что такое? Каша. А вот оно такое должно быть. Каша, да? А это не каша. А что это? Капусняк. Капусняк. Здесь же много капус. Ложечка стоит. Я поняла. Закрывайте крышечки. Так и должно быть. Крышечки закрывайте. Нет, пока не закрываем, потому что... Так, хочу, чтобы оно загустело. Еще раз, но под крышечкой загустело. А мы еще годно загустели. Посмотрите, как новая. Вроде бы мне еще никто ничего не готовил. А мы ее тут полдня упражняем. Слюдочками, капусняком. То и то зажарьте, то и то пожарьте. Ну, что, Люда? Все. Друзья, последний штрих. Это на торте. Да. Это грамм 50 масла. И все. И закрываем крышечку. Закрывайте крышечку. И уже готовить. Что выключаем? Пусть мель, и все с маслом буркнет. И что, Люда? Вот это вот закрываем крышечку. И все. И насыпаем, да, в тарелке. И посыпем зеленый лычок или петрушечку. Да, без проблем. По-моему, перчика можно больше добавить. Ну, давайте, закрывайте крышечку. Все. Посуда iCook. Просто купи. Ну, что, Людочка, я тебя поздравляю. Капусняк наконец-то удался. С Божьей помощью. Нет, да, блинчики уже начали там исчезать. Судя по всему, это... Происки нашего оператора. Да, да, да. Ну, ничего, на здоровье. Дорогие зрители, мы были рады быть вам полезными. Может быть, вы что-то для себя нового услышали. Узнали о нашей посуде. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. Звоните, пишите все координаты у нас под нашим видео. Ждем вас в следующий раз. А вам приятного аппетита. Ешьте капусняк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!